Какого хрена? Эй! А! О боже, ты что? Эй, друзья! Всем море привет, всем багагашечки! Нептун здесь, и это рубрика Инди-ужастики. Сегодня поиграем в игрушку на тему закулисья под названием The Classrooms, или классные комнаты. Хотя, знаете, всё же, скорее всего, эта игрушка не на тему закулисья, а скорее на тему люминальных пространств. Всё же, между закулисьем и пространствами и люминальными есть разница. Игра свежая, совсем недавно вышла в Стиме. В описании под видео найдёте ссылочку на Стим-страничку. Кому она понравится, можете её себе заприметить. А я, пожалуй, пойду пугаться до чёртиков. У меня запасные подгузники с собой, полные штаны храбрости. Погнали! Да, кстати, здесь всё будет сделано в виде записи с плёнки видеокассет, ну, записи видеокамеры. Поэтому начало, по сути, играет, как будто мы вставляем видеокассету в видеок и смотрим жуткий фильм. Погнали! Окей, запись пошла. Мышка управления. Окей, я в тачке. Видимо, поехал в школу, да? Так, как работает эта штука? Р приближаться. Фонарик. Пикапный фонарик? А, окей. Батарейки вроде бы у меня нормальные, новенькие. Ключ взять. Какой ключ? А. А тачки? Так, можно обойти мою тачку, да? Бэк офф ван. Вэн. Так, мы около школы. И вот уже чувствуется, видите, атмосфера. Запись с видеокамеры. Ммм. Причём, 30 июня 96-го года. Давненько было. Девять утра. Так, что я должен здесь найти? А, ключ-использователь. Так, взять кодекс. Я найду тебя. Наш герой сюда приехал, видимо, кого-то найти. А ещё я взял газету. Так, на таб, инвентарь. Угу. Так, ключи, фонарик. Видимо, папка с документами. Газета. Загадочное исчезновение детей. Ученики исчезли прямо во время школьных занятий. Ага. То есть наш герой, получается, приехал сюда найти пропавших детей. Разбить стекло. Кирпичом. А, ну, отдел заперта. Какая жесть. Вот такая вот, друзья, школа. Двухэтажная. Некоторые окна заколочены. Возможно, она заброшенная. О. Конусик. Блин, тут есть физика. Нам, видимо, нужно разбить стекло. Есть контакт. Ау. Так, нужно найти комнату с электрощитком, потому что света здесь нихрена нету. Ну, чё-то как-то жутковато. Алло. Здрасте. Кто-нибудь есть дома? Не работает. Ключик от моей тачки почему-то не подходит. А, ну, комната, наверное, вот эта? Чё-то как-то мрачновато всё. Она так скрипит неприятная. Называется «Звук соседей», да? Так, ладно, погнали. Рыбинус. Есть контакт. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Что это? Что это? Что это? Вроде отпустило. Да я, вроде, только кофе с утра пил. Странно всё это дело. Ай. Чё-то у меня начались какие-то залипания. Ладно, здесь временные. О, тут есть включатели. Так, ну ладно. Допустим, свет мы сделали. Наверху ещё значок микрофона. По идее, он должен реагировать, наверное, на мой настоящий микрофон. Хотя, ези. Подожди. Где это я? Да-а-а. По-моему, я пришёл не отсюда. Вот вам, друзья, и тема закулисья. Ну, или точнее сказать, лиминального пространства. Вы же знаете, чем отличаются закулисья от лиминальных пространств? Закулисья, оно чётко задокументировано, структуризировано. То есть, там всё чётко прописаны, все уровни, что за чем следует. И эти уровни живут всегда. Они независимо от нашего мира. В них можно попасть. Там есть аванпосты, там есть трейдеры и так далее. Лиминальные же пространства отличаются тем, что они вообще не поддаются никакому объяснению. Тут нет никакой структуры. Это полный рандом. Они могут сегодня быть, а завтра их может и не быть. А я не бываю совершенно-совершенно различные и хаотичные. Боже. Я думаю, что это что-то вроде бесконечной школы, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чё-то как-то мне это не по кайфу уже. Куда бежать-то? Ладно. То есть сюда. Опа. Записулечка. Такая одинокая подозрительная парта. А, я нашел кое-что. Так. Дело-то прочитать. Третье ноября 78-го года. Сегодня они разбудили нас рано. Не было еще и пяти утра, когда прозвенел будильник. Но на этот раз все было по-другому. Когда я открыл глаза, это были не наши обычные смотрители, которые будили нас и срывали с нас одеяло, а ряд вооруженных охранников с автоматами, спокойно стоящих возле двери. Остаток дня прошел как в тумане. Мы поспешили одеться, и нас повели в спортзал. Но я уже знаю, какие ужасы они подготовили для нас. Боже. Я немножко прибавлю специально, чтобы было страшно. Хе-хе. Так. Ужасы для нас, да? Кого-то разбудили очень рано, причем 78-й год. Почти 20 лет назад относительно этой игры. Ну, относительно того, где я сейчас нахожусь. О-о-о-о. Эй. Какая забавная кукла. Че, она какая-то криповая. Вообще, знаете, когда вы замечаете странную куклу в помещении, где никого нет, эта хрень как бы ведет не к добру. Замечательно. По всем традициям жанра она у нас сбежала. Хе-хе. Окей. Ну, здесь ничего нет. Так. Бегающая кукла. Охренительно. Это просто классика жанра. Ау-у. Кто-нибудь. Объясните мне, где тут туалет? Что происходит в этом гребаном мире? Да ладно. Еще одна классная комната. А, у них фонарики есть, точно. Кстати говоря... Вот так намного атмосфернее, да? И опять это кукла. И опять это кукла. Ты зараза. Очередная записочка. А, подожди. А, подожди. Я ее читал уже. А. Вот следующая записка. Ну, боже. Это, мол, я одну и ту же поймал. Так. Арк. Сокращенно от... Аномалиус Ретривал Контеймент. Чуть похоже на SCP, да? 78-й год, дата, субъект какой-то. В общем, это документ кому-то. Перевожу. Сообщение. Меня не волнует, что говорят старшие следователи. Нам нужно больше испытуемых. И нам нужно усилить нашу безопасность. Мы потеряли 17 только в последнем входе в исследование. И это не значит, что тесты не увенчались успехом. В прошлом квартале мы обнаружили более 47 новых локаций в пространстве. И обнаружили большое количество аномальных предметов. Однако, чем больше мы узнаем об этой структуре, тем более запутанной она становится. Сущностей становится все больше и больше. Часто они были замечены рядом со следовательскими аванпостами. Я боюсь, что с такой скоростью атака неизбежна. И мы должны быть готовы. Поскольку, как говорится, мы не будем знать, как бороться с угрозой. Не наблюдая и не исследуя всю эту структуру. Какие-то объекты испытуемые. Реальный Сипи какой-то. Самый натуральный. Так, ладно. Сейчас исчезнет по-любому, да? Так. Нет, смотрите-ка, не исчезла. Мерзкая кукла. Да ладно, она уже здесь. Да вы прикалываетесь. Так. Мы погнали сюда, что ли, зайдем в гости к ней? Ну, конечно, она исчезает. Мерзкие куклы исчезают. Аллоу. Здрасте. Кто-нибудь есть дома? Я пришел узнать пропавших, ну, судьбу пропавших детей. Я хочу вывести на чистую воду все это место. Я хочу понять, что происходит, но... Ну, мне кажется, что я... Сам, походу, дел пропал. Что? Охренеть. Просто тупо комната, в которой ничего нет. Хотя есть стенд. Необычный. Рэдс. Райдс. Типа, читай, пиши, слушай. Какие-то жуткие картинки. Ой, ты, твою ж мать. Твою ж мать. Да, нот, спик. Ага. Короче, какая-то полная жесть происходит в этой школе. Так, давайте отсюда, короче, сваливать. Нафиг, мне не по кайфу здесь быть. Вон, еще дальше можно пройти. Так, подожди. Мы же отсюда пришли, да? Или нет? Блин, я заблудился. Тут что, все поменялось или как? Подожди. Там где-то срыжет. Или мы отсюда пришли? А, мы отсюда пришли. Все, понял. Боже, я... Я заплутал. Здесь мы были что-то... А, нет, или не были. Еще какая-то гребанная записка. Ну, эту записку мы уже брали. Походу, дело. Зачем-то она продублировалась. Тут я врубал свет, по-моему. Да. Давайте сюда пройдем. Так, еще какие-то коридоры. Черт, у меня в башке уже какая-то каша. Похоже, знаете, на полочки для смены обуви. Где-нибудь в раздевалке. Так, окей. Есть ПКшник. Калькулятор. Уи-и-и. Полетел калькулятор. Так, будистов. Офигеть, комп. Да потопный. Ну, что вы хотели? 96-й год. Все, в принципе, логично. Вон, калькулятор сюда улетел. Так, что я должен здесь найти? Черт, я люблю такое, знаете, плавное погружение в... Сюжет. Все это очень странное. Ну, беря во внимание все эти записочки и прочие вещи. Здрасте. Кто-нибудь есть дома? Опять куклы. И опять бумажки. Ну, и, конечно же, она исчезает. Кстати, комната очень похожа на предыдущую, в которой мы были. Только не было... Ну, нет дверей, да? Так, еще какая-то записка. Ну, что ж. Теперь я, наконец-то, в аду. Я уже знал, что это произойдет. После этого инцидента мы все знали, что следующими отправят нас. Они дали нам документы, в которых есть инструкция о том, что взять отсюда. Но у нас даже не было времени прочитать их и подготовиться, прежде чем мы ворвались внутрь. У меня нет ни еды, ни воды. И единственное, что они дали мне для защиты, это фонарик и компас. Все, что они сказали, это какие документы нам забрать. И если я хочу выбраться отсюда живым, мне нужно запомнить вот это. Лямбда 407, алифа 903, тау 023. Чтобы это не значило. Собственно. Возможно, это часть пароля, например, да? Вдруг где-нибудь пригодится. Ну, типа, очень подозрительные цифры. Возможно, реально пароль. Здрасте. Я был здесь, да? А, дверь открыта. Значит, я сюда пришел. Да, точно, точно. Я отсюда пришел. Черт подери, сколько шкафчиков. А это прям, это вот ненормальное. Здрасте. О-о-о-о. Вот это максимально странное. Это что, клуб анонимных попадателей в закулисье, да? Здравствуйте. Меня зовут... Как там? Патрик. Я попал в закулисье. Что вы мне посоветуете? Запасайся водой и едой. Максимально странно, конечно. Ладно, побежали дальше. Ничего любопытного здесь нет. Да, блин, открывай. О-о-о. Там записка и мигающий, короче, свет. Это все не к добру. Здесь есть ключ. Нужен ключ? Серьезно? Ключ от лифта? Еще одна записка. Максимально странно. Ключ от лифта. По-моему, в лифт не нужен ключ. А, вот. Наконец-то у меня появилось желание снова что-то написать. Я понятия не имею, который час. Я думаю, что сейчас где-то девять. Но, даже пытаясь отследить, я не могу сказать, сколько точно сейчас времени. Все часы разные, и ни один свет не настоящий. Я не спал несколько дней, но я совсем не сплю. Ну, видимо, я совсем не хочу спать. Я все еще не нашел никакой еды, но я не был голоден с тех пор, как они послали нас сюда. То же самое с выпивкой. Что-то здесь очень все не так, неправильно. Это... И дальше зачеркнуто. Снизу. Это не то же самое, что реальный мир. Это место никогда не было создано для того, чтобы мы его увидели. Это жутковато все это дело. Опять же, странные картинки. Боже. Так, ладно, давай сюда проню. Черт, записочка. Возможно, что ты важный. А-а-а-а! Твою мать! Боже! Как мне по ушам дало. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Твою же мать. Хреново, это было очень хреново. Ради чего все это было? Ради какой странной записки я сюда пришел? Так. Я был прав, когда говорил, что это место небезопасно. Многое было объяснено в документах. Все остальное расплывчатое. Также есть документы, которые дают очень расплывчатые инструкции о том, что делать. Но чаще о том, что не делать. Например, сбегать темных комнат с вентиляционными отверстиями в них. И прятаться в шкафчиках, если мы услышим что-то странное. Есть несколько других документов, которые кажутся весьма странными. Там говорится о некоторых вещах, которые нужно избегать. Но множество описаний покрыто черными чернилами. Ну, то есть невозможно расшифровать, что там было написано. По крайней мере, теперь я знаю, почему они дали мне компас. На самом деле он указывает не на север. Он указывает туда, где находится вход в школу. Ну или выход, да? Ну, по крайней мере, так должно быть. На бумаге также упоминалось, что есть несколько контрольно-пропускных пунктов. Которые они установили вокруг места, которое использовалось до инцидента. То есть, возможно, мы еще найдем компас какой-то, который будет указывать именно на выход. Да? Что-то типа того. А что это был за хрен? Он тут так внезапно появился, что я чуть не родил. Так, ладно. Нам нужно от лифта найти ключ. Ключ, 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 ключ. Мы пришли. Оттуда мы пришли. Вот здесь мы еще не были, да? Али, нет, подожди, мы здесь были. А где мы не были тогда? Так, 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 что-то я... А, вот сюда мы еще не ходили, да? Твою ж мать. Твою ж мать. Hello? Классная комната. Боже, я немножко испугался. А, у меня ноги есть. Я думал, что там такое подошло. Видите, это моя тень была. Это была моя тень. Еще одна классная комната. И, опять же, это странные куклы. Эй. Ты че, а такая жуткая. Вот туда тебе и дорога. Че? Она поражала. Блин. Она, походу, убежала. А, она убежала. Нифига. Вот шалопайка. Ну там пойдет тупик. А куда мне тогда топать? Никакого ключа я не нашел от лифта. А! Что это было? Какого хрена? Что это? Что произошло? Эй. Какого хрена? Эй. О боже, ты что? Боже мой, твою мать. Какого хрена? Что это было? Эй. Что это, блядь, было? Что за чувак в балаконе? Не. Нет, друзья, это какая-то нездоровая хрень. Ключ? А, возможно, ключ от лифта. Я нашел его. Тихо, он был где-то здесь. Он что, типа исчезает? Боже. Возможно, мигающий свет показывает, что он здесь. Он меня так же напугал. Помните? Свет мигал, он меня напугал. Ну хер, ну хер, ну хер. Он где-то здесь. А, это лестница в начало, да? Блин, тут похудел везде реально был. Кроме, кроме этого, да? Кроме этого места. В этом коридоре, блин, меня не было. Escape, опять страшные картинки детей. Фух. Что это у нас тут? Ага. Опять же, что-то похоже на SCP, как будто бы. Так, номер предмета 216. Уровень допуска. Третий. Тип явления. Вредоносная сущность. Описание. Объект 216. Это вредоносная сущность, которую можно найти в суперструктуре Лямбда. 216 выглядит как гуманоидная фигура, закутанная в плащ. Он обычно невидимый. Однако сущность проявит себя визуально, как только столкнется с человеком и попытается преследовать указанного человека. И как только она его поймает, субъект, ну, человека, субъект человека, она приступит к... и дальше... размазанная. Аномальные свойства. Сущность 16 проявляется только в присутствии большого количества электрического отока. Такого как флуоресцентные лампы или через... дальше зачеркнутые. Попытки подавить или уничтожить экземпляры 216 потерпели неудачу. За исключением удаления всех... ну, скорее всего, всех источников света, да? Чё-то типа того. Поиск и сдерживание. О любом обнаружении сущности 216 следует сообщать немедленно. В случае обнаружения 216 рекомендуется... И зачеркнутый... А что делать-то? Короче, видимо, убегать в темноту, да? Спрятаться в районе, где нету освещения. Ну да, понятно, в темноту. Короче, друзья, это реально... Это SCP! То есть, офигеть! Эта игрушка, это смесь за кулисьей и смесь SCP. Вот вам и, друзья, и дела. Теперь мы узнали немножко больше про эту хрен... хрень в балахоне. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Она где-то там сидит. Короче, по миганию ламп можно это дело определить. Эйч. Ещё что-то нашёл. Так. А вот! Описание сущности этой мерзкой куклы. Так-так-так. Вот это вот любопытно уже. Итак, номер 004. Уровень допуска 3. Тип явления. Вредоносная сущность. 004-ый это вредоносная сущность, которую можно найти в суперструктурах альфа и лямбда. 04-ый это разумная керамическая кукла, которая может двигаться только при определённых условиях, ведь условия таковы. Первое. Ни одно разумное существо не наблюдает за 004, то есть просто на него не смотреть. И второе условие. В области, где обитает 004, нет света. То есть оно передвигается только без света, и когда на него не смотрят. Блин, это прям как скульптура, да? SCP-173-я вроде бы. Очень похоже. Когда все вышеупомянутые условия соблюдены, сущность будет агрессивно преследовать и уничтожать любое разумное существо, которое найдёт. Боже. Так вот почему эта кукла там сидит. Потому что всё освещено, и она не может двигаться. Так что в темноте лучше с ней не встречаться. Так, аномальные свойства. Помимо вышеупомянутых свойств, предмет 004 также обладает способностью... Зачёртнута на самом интересном месте, блин. Сущность также обладает очень большими физическими способностями, и способны оно одолеть взрослого мужчину и ещё кого-то, видимо. Данные удалены. Хм. Поиски сдерживания. О любом обнаружении предмета 004 следует сообщать немедленно. Если сущность обнаружена, рекомендуется эвакуация из района. Даже при поиске и сдерживании требуется не менее трёх оперативников. К каждому из которых требуются мощные фонари. Налобные. Два оперативника должны поддерживать постоянный визуальный контакт с сущностью, в то время как третий будет сдерживать. А, охренеть. А, это реальный SCP. У нас уже есть две сущности, а возможно есть ещё и больше. Какого ж хрена. Не, страшновато, да. Немножко неприятно. Что? Охренеть. Проход, который никуда не ведёт. Это что у нас тут? Типа выход? Замечательный. Который никуда не ведёт, да? Так. Значит, побежали. У нас есть ключ. Возможно от лифта. Нам нужно очень осторожно вернуться здесь. Миновая... Ну, минуя эту сущность. А где был лифт? А! Твою мать. Иди в жопу! Иди в жопу, ублюдок! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Твою мать. Что это было, звук? Был такой странный звук. Знаете, как будто кто-то ножками так топает. Тук-тук-тук-тук. Где осранный лифт? Я не помню. Вот опять был. Ходил это кукла здесь где-то бегает. Меня это раздражает и напрягает. Я ждал лёгкую прогулку, получи... Ах ты собака! Ах ты, сутулая собака! Смотрите! Вот что творит! Смотрите, смотрите, смотрите! Смотрите, что она творит! Она ножками маленькими перебирает. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ! Боже, как это грибово! Ой! А я в лифт пришёл. Замечательно! Мне даже как-то ключ использовать. Вот ты собака! Что теперь мне делать? Материться? А! А! Чёрт! Я не могу! Мне нужно ключ использовать! Ты мразь! Какого? Ваша хрена! Ты себя притопала! Узи нафиг отсюда! Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не! Надо её, конечно, заманить куда-нибудь подальше! Вот сюда! Вот ты сволочь! Смотри! Наяривает! Наяривает! Маленькими ножками! Маленькими ножками! Блин! Тихо! Она, короче... Это даже не просто как скульптура! Видите, она... Использует вообще любые... Пересечение местности! То есть вот стул, например, да? Там я на ней смотрю! Короче, побежали! А-а-а! Ха-ха! Может дверь закрыть! Хрен там! Да, использовал! Так, давай-давай-давай-давай-давай! Нормально? Прощай! Кошёлка мелкая! Бу-ка-га! Я съехал! Так, здравствуйте! Дамы и господа! Мальчики и девочки! А мы спустились ниже! Я не совсем понимаю! Школа визуально была двухэтажная! Зачем там, блин, лифт? Ну, понятное дело, что какие-то лиминальные пространства, и опять здесь всё никак... Да ты угораешь! Откуда ты появилась? Да что это? Как это понимать? Это собака! Сутуленькая собачка! Так, что там у нас появилось? 76-й год! Опять же, кому-то... Кому-то... От какого-то сеньора! Перевожу текст... Ты сошёл с ума, Джимми! Сущности могут... Далее зачёркнуто... Тебе нужно перестать быть параноиком по поводу потенциальных рисков. Но, что более важно, тебе нужно перестать тратить наше время понапрасну. Сколько у нас было запросов на увеличение финансирования безопасности нашего объекта? Кажется, каждый раз, когда мы принимаем, видимо, эти... Ну, повышение финансирования, вы возвращаетесь с ещё более возмутительной ценой. Если бы я не знал вас лучше, мне показалось бы, что вы отмываете наши деньги. А если бы вы знали лучше, вы бы молчали об этих постоянных... Короче, понятно. Какая-то, короче, движуха у них там с деньгами... Финансирование и прочее. Так. Старая собака! Стой, 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 стой. А можно тебя закрыть? Всё. Ха-ха! Она не может! Она не может через дверь приходить. Ты замечательная. Прям по кайфу так. А вдруг может? Тихо. Охренеть. Странный коридорчик, в котором, блин, ничего нет. Ну, кроме записочки. Мне она начинает дико раздражать. Чё там у нас опять? Я потерял счёт времени. Возможно, прошёл месяц, а возможно, год. Я уже... Мне кажется, что это уже не важно. Я нашёл чё-то там. Короче, ну, понятно. Чел просто совершенно заблудился здесь. В этих классрумс. И не знает, что ему делать дальше. Так. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Давайте просто бежать. Мы, видимо, тоже, как и тот герой из записок, здесь немножко подзастряли. Ключ. Отчего? Какой-то подозрительный зелёный ключ я нашёл. Так. 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 Ладно. 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 Я надеюсь, что сюда телепортировалась только кукла, да? Хотя... Слушайте, помигание света... А-а-а-а! А-а-ай-ай-ай-ай-ай! Выйди в жопу! Боже! А-а-а! 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 А-а-а-а! 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 тут туалет какой-то туалет нашел представлять можно открыть кабинки нельзя странный кабинку даже можно стульчак поднимать вот еще техника дошла и очередная за пистолечкой ну собственно здесь наш герой размышляет о том что это место очень странный она выглядит как будто заброшенным как будто здесь раньше были люди и как будто это место заброшенное во времени также он слышит голоса из комнат нас ну где-то там видимо где он бродит странные разные звуки и прочее ну в общем может перевести если честно я немножко запарился переводить все это дело очень дословно и поэтому перевожу так уже на интуитивном уровне и туалеты здесь обычно всегда какая-нибудь происходит но мерзкой куклы здесь нет надеюсь о очень знакомое место по моему это было на другом этаже тогда в таком случае что нам нужно делать бежать там кукла как-то собака а ты откуда тут взялась подружки обломись там же этот блин в балаху не летает так но ступик нам сюда и летающим там же туалет что ли ой как у вас тут туалет в тупик ладно нам в туалеты нормально просто корзинки появились из ниоткуда собака как ты это делаешь научи меня телепортироваться хочу так же как и ты и весело тебе собака вот тебя пнуть по жопе блин страшно такая еще смотрите на нее среди нее как будто трава на то ли челюсть нет челюсть на месте у него оболочка которого на губы оторваны подбородок она довольно странная страшная а куда нам топать по моему за вот этой вот дверцей что-то есть есть там освещение его там дальше как будто там есть проход как будто бы а пошла в жопу закрыть надо закрыть а тут не закроешь да блин у себя зажать нет она не зажимается чёрт подери ай чё это за мир туалетов-то какого хрена какой-то мир туалетов нашел ну вот тебе и лиминальные пространства может меня стоит в покое так пацаны не бесишь если чисто у меня нет никакого уже желание и никакого резона привет и грёбаной кабинки а я бы проверял ой очень подозрительная кабинка подозрительная но мне ничего не было так 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 подожди подожди только не говорите мне что где-то в одной из этих кабинок у нас типа есть проход нет надеюсь это не так ой так друзья я не знаю было ли это раньше здесь но я общем спустился там наверху где все эти были кабинки и начал их открывать там ничего не нашел я вернулся туда помните где мы через туалет проходили и нашел вот такой проход я не помню был он здесь раньше или нет но типа я его не помню такой зеленый подсвеченный я заюзал ключ зеленый ключ прощай мирская гадина что за улыбающийся дэд энд поход дел друзья это все это весь контент в данный момент сделанный разработчиком то стоило упомянуть что это именно ранний доступ но знаете по скриншотам я смотрел там вроде бы было контента больше там показывались например вот такие вещи я все бегал думал когда же эта хрень на меня побежит но оказалось что как бы пока что особо-то не бежит ну и собственно друзья все на этом тогда прохождение закончено полноценных два этажа но не считая начала и две полноценные сущности разработчик обещает допиливать контент вводить новые этажи и новые сущности и возможно сделает финал на этом все напоминаю что ссылочка есть в описании под видео ставьте лайки вступайте в группы вконтакте жмите на колокольчик чтобы не пропустить новые видео и подписывайтесь на мой телеграм-канал все ссылочки также в описании под видео желаю всем добра и позитива друзья всем пока пока субтитры сделал DimaTorzok